Есть еще один у нас очевидец, участник происходящего, Вадим Ревун, наш оператор, человек, который очень много работает в АТО. Вадим, что ты видел? Где ты был во время нападения? Во время нападения был в операторской комнате, вот, услышал крики «пожар, пожар!». Как только вышел из комнаты, бегали какие-то непонятные люди в масках с порошковыми огнетушителями. И как только вот вышел с операторской, мне просто вот в лицо задули огнетушителем, вот. Вот, побежал на ТЖК, естественно, взял в первую очередь камеру. То есть оператор всегда первым делом начинает работать? Берет камеру, начинает, снимает, да. Мне говорили, что ты видел нападавших? Да. И даже, вроде бы, ты даже отбивал от них камеру. Внизу, когда уже все было снято, и уже когда находиться в помещении нельзя было, то с журналистом выбежали, с Усланом, с Мещаком выбежали вниз, чтобы выйти, эвакуироваться из здания. Вот, но нападавшие пытались отобрать камеру. Начал ее защищать, сломали крышку, микрофон. Пытался вытащить карточку, тогда получил несколько ударов по ребрам, и понял, что цепляция не бесполезна. Вадим, а по техническому состоянию, насколько пострадало здание, насколько пострадала техника? Ты лучше в этом разбираешься, чем я? Полностью сожжен павильон. Павильон – это студия, в которой вы видите, из которой выходит в эфир все наши программы. Очень сильно пострадал второй и третий этаж. Зарубежный отдел полностью сгорел, там был очаг возгорания, люди забежали туда, подожгли. Мы с Русланом, с Мещаком пытались потушить по очереди, вот, снимая, и туша. Но очаг был очень сильный, поэтому вынуждены были покинуть здание. Понятно, спасибо тебе огромное.